Баба Яга Баба Яги заключается в ее двояком образе – покровительнице детей-сирот и старой, злой и горбатой старухе. Жила когда-то в славянских поселениях прекрасная юная богиня с кари зелеными глазами и длинными русыми волосами – Йогиня. Всем она была хороша, вечно прекрасная, любящая, добрая. И была у нее чудесная огненная небесная колесница, на которой странствовала она по белу свету с особой миссией. Йогиня отыскивала в селениях осиротевших деток. Люди знали ее как добросердечную богиню, покровительницу детей-сирот. Узнавали ее по излучающейся доброте, нежности, кротости, любви. Простые люди называли богиню по-разному, но обязательно с нежностью. Кто Егой золотой ногой, а кто Егиней матушкой. Детей-сирот Егиня забирала в свой предгорный скит, который находился в самой чаще леса, у подножия Ирийских гор Валтая, где она проводила детей через огненный обряд посвящения древним вышним богам, поджаривала в печи на лопате. Такой обряд напоминал так называемый обряд перепекания или припекания младенцев, больных рахитом или атрофией, когда ребенка заворачивали в пеленку из теста, клали на деревянную хлебную лопату и трижды всовывали в горячую печь. И это действительно часто помогало. Ребенок выздоравливал. Она делала это для того, чтобы спасти от неминуемой гибели последних представителей древнейших славянских и арийских родов. Наши предки почитали Егиню наравне с образами других богов древности. После христианизации Руси появилась необходимость отвлечь народ от язычества, и образ красивой молодой языческой богини подменили образом Бабы-Яги – старой, злой и горбатой старухе со спутанными волосами, которая крадет детей, жарит их в печи в лесной избе, а потом поедает их. Образ Бабы-Яги связан с легендами о переходе героев в потусторонний мир, Тридевятое царство. В этих легендах Баба-Яга совершает определенный ритуал – топит баню, моет, кормит, спать укладывает. Но не всякому пришедшему гостю Баба-Яга помогала. Если Бабу-Ягу не задобрить, то можно угодить на лопату и в печь попасть. Баба-Яга охраняет волшебный, сказочный мир и поэтому испытывает всех, кто к ней приходит. Через испытания герои, обретая сверхъестественную силу, и обращаются к Бабе-Яге ласково – бабушкам. Внешность Бабы-Яги неприглядна. Страшная, сгорбленная, одноногая древняя старуха-волшебница с косматыми лохмами седых волос, большим крючковатым носом, железными зубами и длинными руками. Живет Баба-Яга одна, хранит многие тайны, заклинания и волшебные вещи. А еще она хозяйка леса, о чем говорит ее имя. С языка коми-як переводится, как сосновый лес или бор, а слово «баба» означает «женщину». Значит, Баба-Яга – это лесная женщина, повелевающая зверями и птицами, у которой много трав, отваров, настоек, которыми она лечит больных, прибегающих за помощью к ней зверей. Из дома Баба-Яга выезжает на самокатной железной ступе. Пестом отталкивается, помелом следы заметает, потому что одноногая. Вот и летает она по воздуху в ступе, погоняя клюкою и замечая след помелом, преследуя сказочных героев, убегающих от ее злобы и мщения. Возраст Яги точно не установлен. Некоторые сказки утверждают, что ей от 300 до 700 лет, другие говорят – больше тысячи. Впрочем, у женщин надо спрашивать неприлично. Это всегда загадка. Секрет долгожительства Яги не разгадан. Старая сморщенная кожа, сгорбленная спина, седые волосы, беззубый рот, но при этом блеск ее глаз и живость характера. Оказывается, имен у нее много. Баба-Яга, Яга, Яга-Баба, Ягая-Баба, Ягабих, Яга-Ягинишна, Ягиха, Ягишна. Однако, при таком изобилии имен, совершенные поступки выдают ее сущность. В сказках гуси-лебеди, Баба-Яга и заморышек, Баба-Яга совершает злые поступки. Крадет братца Иванушку, пытается убить братьев. Но во многих сказках Баба-Яга совершает добрые поступки. Она помогает солдату найти королеву, В сказке заколдованная королевна, Андрею отыскать Марью-Царевну, В сказке поди туда не знаю куда, Принеси то не знаю что, Марьюшке финиста ясного сокола, В сказке финист ясный сокол. Мы собрали для вас сказки, В которых встречается Баба-Яга. Маленькая Баба-Яга Отфрид Ройслер Раз в году в Альпурге его ночь Все ведьмы собираются в лесу на праздник И танцуют до утра. Маленькой Бабе-Яге Очень хотелось полететь туда, Но ей пока еще не разрешали. Старый мудрый ворон, живший с ней, Предупреждал, что ее могут наказать. В сказках гуси-лебеди, Баба-Яга и заморышек, Баба-Яга совершает злые поступки, Крадет братца Иванушку, Пытается убить братьев, Но во многих сказках Баба-Яга совершает добрые поступки. Она помогает солдату найти королевну, В сказке заколдованная королевна, Андрею отыскать Марью-Царевну, В сказке «Поди туда, не знаю куда, Принеси то, не знаю что», Марьюшке «Финиста ясного сокола», В сказке «Финист ясный сокол». Мы собрали для вас сказки, В которых встречается Баба-Яга. Дом Бабы-Яги Добро пожаловать в угрюмый дремучий лес. Там, в заброшенном доме, Обитают загадочные и страшные существа. Баба-Яга, ее муж-ведьмак, И их дети, ведьмята. В черных котлах они варят снадобья. По волшебному телевизору Вместо мультиков смотрят только фильмы ужасов. Под кроватями у них живут вампиры, А в прихожей кусают друг друга башмаки. А на ужин Баба-Яга жарит собачьи хвосты. Любимое блюдо всей семьи. Здесь волшебное зеркало вращает глазами. Кто-то подозрительный прячется в ванной. На каждом шагу расставлены ловушки. Над головой носятся летучие мыши и призраки. А книги заклинаний открываются и закрываются сами собой. Любимое занятие этой колдовской семейки Выманивать непослушных детей из домов, Сажать на метлу и уносить непроглядную темноту ночи. Баба-Яга и ее внучки Яга-бабочки. Лев Кузьмин. Жила-поживала Баба-Яга и на жизнь не жаловалась, Пока однажды не повстречались ей в дремучем лесу Две маленькие девочки-подружки. А что дальше произошло, вы узнаете, Если прочитаете эту сказку. Большая книга Бабы-Яги. Баба-Яга – это одно из самых известных И самых таинственных существ на Земле. Некоторые считают ее обычной ведьмой, Другие – величая древнеславянской богини, Хозяйка леса и зверей. Одни утверждают, что Яга – это йог из Индии, Вторые предполагают, что она явилась к нам с севера, А третьи доказывают, что Баба-Яга – это инопланетянка И прибыла на Землю из космоса. Баба-Яга – это красочно иллюстрированная книжка Познакомит вас с русской народной сказкой про Бабу-Ягу И про добрую девочку, не побоявшуюся ей противостоять. Как Бабы-Яги Новый год встречали Михаил Макиенко В этой книге рассказывается о том, Как коварный Кощей Бессмертный задумал обмануть Деда Мороза, Если бы не три сестры. Мурзилка и Баба-Яга – Арина Антонова Кто это мчится на вертолёте в компании с Бабой-Ягой? Жёлтенький, пушистый, в красном берете, С шарфом через плечо, нарисован на книжной обложке. Конечно, это Мурзилка. А если книжка про Мурзилку, Не обязательно будут чудеса и приключения. Домовёнок Кузька у Бабы-Яги Татьяна Александрова Сказочная повесть Татьяны Ивановны Александровой Рассказывает о смешном и трогательном домовёнке Кузьке. В этой книге помещена часть третья Из повести о домовёнке. Музей Бабы-Яги Или сказочная энциклопедия кота-учёного Инна Гамаскова В этой необычной книге спрятаны ещё две. В ней есть алфавитный указатель сказочных героев С комментариями кота-учёного, Загадки Бабы-Яги о сказочных предметах, Сказки народов мира. И все они о самом важном – о сказках. Моя бабушка-Яга Это книга для детей и для взрослых, в общем, для семейного чтения. Она рассказывает о том, что может случиться с нашими бабушками и дедушками, Если им вовремя не помочь. Если пропустить симптомы очень нехорошей болезни – деменции. Азбука Бабы-Яги Зато есть аленький цветочек, скатерть-самобранка и чудо-юдо. Малыши, которые любят сказки, очень быстро освоят буквы. А потом обязательно научат читать и своих бабушек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!